Все, итак, дорогие друзья, всем привет! Мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. Всем привет! Бонжур! Хеллоу! Сегодня мы впервые делаем эфир в двух местах. И в Инстаграме, и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Прям реально вообще. Очень технологично. Я по-разному выгляжу, кстати, в Фейсбуке и в Инстаграме. Мне больше нравится, как я выгляжу в Фейсбуке почему-то. Цвета, может, не знаю. Хорошо, доброе утро всем. Яков Шатанин смотрит. Это Яков Шатанин подбил Этана, чтобы было и в Инстаграме. А, Этан говорит, это я придумал. Все, всем привет! Шалом из Витебска! Виталий Лошкос, шалом из Витебска. Ну, в Инстаграме никого нет, кстати. Интересно, вообще никого нет. Да. Итак, все. Мы начинаем. Начинаем наш 185-й урок. 185-й урок. Итак, значит, говорит царь Соломон, краткое содержание предыдущих уроков. В 24-й главе он нам рассказывал вначале, чтобы мы не завидовали злодеям. Потом он нам объяснил, а что делать, а что мы должны делать. Мы должны наполнить голову божественной мудростью, натренировать логику. И дальше восприятие, наполнять уже полученную картину, так как, ну, огромный же поток информации извне и внутри. То дат, это уже конечная картинка, которую человек воспринимает. Она должна быть, она должна быть, как написано было, наполнится твое восприятие красотой и приятностью. Да, красотой приятностью надо наполнить. Теперь, дальше. Дальше мы дошли до того, что, что есть, значит, а есть такие люди плохие, да, злодеи, которые не хотят так поступать. То есть, они наоборот, они производят зло, они видят зло, они, значит, они говорят зло. И, значит, что делать, что делать с ними, особо их переубедить нельзя, потому что они называются злоумышленники. То есть, они, как бы, каждый человек производит какую-то мыслительную деятельность. И есть люди, которые производят мыслительную деятельность, которая направлена на создание зла. Прямо они так и называются злоумышленники. И, значит, дальше. Эти злоумышленники, они обычно думают о разврате. Много очень сильно прямо так написано, что они так углубляются в эти, в эти прямо истории. Прямо есть сети секс-шопов. Для них прям, я по Москве ехал, я удивлялся. Вот секс-шопы работают круглосуточно. То есть, видно, большой такой спрос, чтобы человек мог в любое время зайти и там углубиться в мысли о разврате, да, чтобы в специальные места дойти. И дальше, дальше написано так. В Итропита Бьем Цара, Цар Кохеха. Если ты ослабился в день Цара, это неприятности. То Цар, как бы, Цар это, ну, в общем, Цар это что-то узкое. Сузится твоя сила. А цель, и оно дальше, оно связано с 11-м отрывком. Значит, написано так. А цель лекухим лемавет уматим лерек им таксох. Значит, если твоя сила ослабится, то есть идет в чем расклад. Вот живет человек, да. Он живет, вообще каждый из нас очень сильный. Такой сильный, что нереально. То есть, у каждого человека внутри есть силы, как там, например, у Ника Вуйчича или там, да, человек без рук, без ног смог. То есть, каждый из нас, если бы, если бы включился на 100%, мог бы, там, я не знаю, как граф Монте-Кристо ложкой выкопать какой-то подземный ход. Ну, то есть, нереальные силы есть у человека. Но если человек, он говорит, он ослабился сам, он говорит, о, нет у меня сил, вот такой я слабый, я ленивый, да, например, в день, когда стало плохо, человек сдался. А когда ему стало плохо? Да ему все время стало плохо. То есть, человек утром просыпается, ему уже плохо, надо вставать, там, все. И вот человек, который, он ослабился и ослабил свою силу, и дальше вокруг же тоже люди, и вокруг люди, они идут разными путями. И вот он ослабился от того, чтобы спасать, которые взяты на смерть и свернули на убийство, имеется в виду на самоубийство. Им так сок, если ты от них уберешь свою руку, то есть, если ты откажешься им помогать. А вокруг каждого из нас есть люди, которые еще в худшем состоянии находятся, в духовном состоянии, в физическом состоянии. И вот если ты, значит, ну, забьешь как бы на себя и забьешь на всех, то что? Титумар, если ты скажешь, вот 12 отрывок. Если ты скажешь, вот ведь я не знал, не знали мы, о чем не знали. Ну, не знали мы, как усилиться, не знали мы, как помочь и так далее. Если ты скажешь, что мы не знали, то тот, кто проверяет сердца, он поймет. Сейчас мы дальше поймем, тут все связано. Идет сейчас, знаете, бывает, царь Соломон, он отдельно дает отрывочек, и в нем уже законченный смысл. А здесь идет целая у него такая раскладка, которую без следующего отрывка, предыдущий, не поймешь. Так вот, если ты, начинается, если ты ослабишься, когда тебе плохо, то ослабится твоя сила. Если ты уберешь свою силу от тех, которые идут на смерть, и ты как бы от них отдалишься, имеется в виду на духовную смерть, и скажешь ты, что не знал я, не знал я, что делать, то тот, кто Хенли Бот, тот, кто проверяет сердца, уявин, он поймет. То есть, тот, кто Бог, имеется в виду, который создает сердца, он поймет. Венуцер на вшиха у еда. И тот, кто создал твою душу, он узнает. Выешив ли Адам кепаало? И он вернет человеку, как его действие. Значит, что имеется в виду? Значит, весь этот мир, это интересно, еще в Коэллите, Экклезиаст, в самом начале, объясняется принцип, что Бог создал человека Леонот, Леонотло, так написано, отвечать ему. Значит, что значит отвечать ему? Это известное, вот мне очень там какие-то индусы назвали это закон кармы. Что посеешь, то и пожнешь. То есть, каждое действие, каждая мысль человека, каждая его, тем более энергетическая, вот этот эмоциональный всплеск, который он выдает в окружающий мир, это как семена, которые потом идут плодами. Теперь, если человек, он говорит, что я не мог, я не знал и так далее, а у него внутри, он знал и мог, то тот, кто сотворил всю систему, он-то знает правду? То есть, есть же правда. Человек может себя обманывать, он себе может рассказывать все, что угодно. Знаете, люди такие сказочники, просто, просто вообще, каждый человек это как Ганс Христиан Андерсон. И он себе рассказывает сказки, я не мог, я не могу, ничего не получится, да я уже сто раз пробовал. И что теперь? Ты сто раз пробовал? Во-первых, не сто раз ты пробовал, а один раз. Во-вторых, от того, что ты пробовал сто лет назад, я вот сейчас там, ну, у меня мама пожилая, у нее болит нога. Я говорю, так нужно сделать там массаж. О, я уже делала массаж, не помогло. Я говорю, когда ты делала массаж? Ну, там, 20 лет назад или. Я говорю, так какая разница, что было? То есть, люди себе рассказывают сказки, причем большинство людей рассказывает себе сказку, главный такой заголовок, почему я не могу сделать это. И они прям все доказывают, рассказывают, почему я не могу. И, а если рядом они видят кого-то, кто смог, они что говорят? Да это обман, он ненормальный, ему повезло, кто-то ему помог. Но все равно они, как бы, обессиливают себя своими сказками. И вот, значит, но Бог, который все это сотворил, и у человека же внутри вся система, она работает по очень четким законам. Поэтому любое действие имеет последствия. И Бог, который всю эту систему сотворил, он знает и возможности каждого из нас, и реальность внутреннюю. Очень есть много способов проверки. Например, человеку показывают со стороны, чтобы он судил кого-то. И он говорит, да, вот этот вот вообще бездельник, ты бездельник. Почему-то не, это очень я видел такой хороший момент, очень хороший момент. В такой, в каком-то фильме я видел кусочек, и там, значит, утро такое, вот обычная нормальная такая, ну вот советская семья, да. И вот они просыпаются утром, и она, он говорит, так, сегодня, значит, я на работу, а скажу, что я там куда-то не пойду, в общем. Он понял, как можно обмануть и не пойти. И такой джж на подушку. Она такая на него смотрит, говорит, да, говорит, и я тоже не пойду на работу. Скажу, что там не, ну в общем, как-то она что-то тоже соврала. Все, и спать. Джж, два таких, ну утро же, встаньте, поработайте, поучите, сделайте зарядку. Нет, джж, два еще поспать, убиться. Ну, как бы, теперь, значит, и тут открывается дверь, и возвращается их сын со школы. И они такие оба вскатятят, чего ты в школу вернулся, там, ты что, ты должен учиться. А он на них такой смотрит, говорит, ну а вы-то что, почему не на работе? Они такие, мы почему не на работе, это наше дело, вот ты почему не в школе? И они его, как бы, учат, ты должен учиться, ты не можешь обманывать. Сами при этом и не работают, и обманывают, и ленятся, и так далее, и так далее. Так, то есть, что ж ты тогда ему говоришь, делай, а сам не делаешь? И вот это то, что Бог проверяет, то, что внутри у каждого из нас, внутри у каждого из нас есть набор каких-то шаблонов. Хотя сказать, что то, что внутри, правда, тоже нельзя, потому что то, что внутри есть у человека, это тоже набор каких-то схем, которые в него когда-то попали. Вот мы все в детстве смотрели фильм «Электроник», помните? «Мы маленькие дети, нам хочется гулять», и так далее. То есть, у человека в детстве набралось каких-то принципов, убеждений о мире, и дальше он их прокручивает в своем подсознании. Хорошо, теперь, значит, вернемся к Мишле, и говорит нам царь Соломону, что Бог возвращает человеку по его действиям. То есть, что посеешь, что и пожнешь. И дальше он переходит на позитив, нас переводит, и говорит «Эхоль бни дваш, титов». «Кушай, сын мой, мед, потому что он хороший». «Кушай мед», то есть, стремись к вещам хорошим, да, вот как мед. Мед – хорошая же вещь, хорошая. «Вынофет моток альтихикэхо». И капля его, этого меда, она очень сладкая на твоей щеке. То есть, это он переходит на метафору, что к чему надо стремиться. Нужно стремиться к вещам хорошим, и в еде, и в информации. То есть, человек, его тело становится тем, что он кушает. А его мышление, его жизнь, он сам становится тем, что он слушает. Тем, что он слушает, и тем, что он понимает. То есть, человек потребляет еду, и она, эта еда у него становится им, ну, грубо говоря, да. А человек потребляет информацию, и информация становится им. То, что он услышал, это становится его жизнью, его мышлением. И он поэтому продолжает, 14-й отрывок. «Кен де хохма линавшеха». И он говорит, так же, как ты мед, стремись кушать мед, стремись есть сладкое, «так же познавай хохму, так же познавай божественную мудрость линавшеха для твоей души». То есть, она, казалось бы, информация, какое имеет влияние на тело. Оказывается, имеет огромное. Сейчас уже все ученые там говорят, что есть психосоматика, что мышление человека, оно влияет на химический состав его крови. То есть, человек думает хорошие вещи, бах, у него кровь улучшается. Думает плохие вещи, ухудшается. У него стресс, иммунитет падает. У него спокойствие, иммунитет поднимается. И, значит, как мед для твоего тела, так же ДА для твоей души. Но здесь используется слово «душа». Есть у человека три этажа в его душе. Есть душа, которая называется «нефеш». Это называется она «животная душа». То есть, это программное обеспечение, которое оживляет клетки. Которое управляет. Ведь клетками же надо управлять. Если бы клетками не управлять, как бы они сами бы разобрались, с чем делать-то. Есть программное обеспечение, которое называется «нефеш». Это животная душа, которая управляет всеми инстинктами и так далее. То есть, это как бы духовное, которое прошито в материальное. И это инстинктивно. То есть, нефеш – это то, чем ты сознательно не можешь управлять. Вот, ну, можно сказать, там, ну, в общем, нефеш – это животная душа. Дальше есть у человека руах. Руах – это намерение. Это сила его желания, которое он направляет. Вот человек такое намерение, такое, бах, повернусь сейчас. Он же не думает, я сейчас повернусь. У него просто идет, как такое намерение повернуться. Потом у него намерение туда, намерение сюда. Это дух человека. Если у человека намерение сильное, то даже если он, дух его сильный, да, если он сталкивается с сопротивлением, что делает человек сильным духом? Он давит дальше. Что делает человек слабым духом, намерением? Он намерение тут же свое выключает и перенаправляет на что-то другое. Поэтому люди, у которых сильное намерение, они могут сломать, вот как Ник Лучич, да, у него сильное намерение. Они могут сломать реальность, да, то есть, Они не останавливаются. Как Раби Атива, когда он понял этот принцип, он понял Раби Атива, когда вода капала на камень и делала дырку в камне. И он говорит, если вода сделала дырку в камне, так слова Торы, они зайдут ко мне в голову и в душу, и они в меня проникнут, и они станут мной. И он, когда это понял, он решил не убирать свое намерение, а именно давить до конца. Это руах, это дух человека. И есть нешама, божественная душа. Божественная душа – это луч божественного света, который входит в человека. Нешама – это божественная душа. И она, проходя через его интеллект, это нешама, божественная душа, она соединяется с этим духом, намерение, которое управляет, и соединяется с Нефеш, вот это вот животное душа. И у человека есть сехль, интеллект, интеллект, который, если в него заложена схема Тора, Тора это свет, да, и там есть, в Торе есть заповеди, которые написаны, заповедь как свеча, а Тора это как свет, и тогда у него есть этот свет в интеллекте, да, Тора, и он тогда начинает этим светом, он начинает освещать вот этот свой дух, руах, и вот это нефы, животная душа. То есть этот свет божественный заходит в него и очищает все его тело, и тогда он направляет свое намерение в сторону Бога, в сторону добра, в сторону выполнения заповедей. Его животная душа, она сопротивляется, натянет его по заложенным схемам, маршрутам размножаться бесконтрольно, обжираться бесконтрольно, ну и так далее. И, значит, дальше нам говорит, еще раз вернемся к Мишли, значит, это я просто дал такую вокруг, чтобы было понятно. Говорит царь Соломон, кушай, сынок, мед, потому что он хорош, то есть кушай экопродукты, экопродукты, кушай природный мед, потому что он хорош, и он мало того, что он хорош, он еще и сладкий на твоей щеке. И дальше. Дехахма, познавай хахму, то есть познавай божественную мудрость, заполняй свою голову божественной мудростью. И это хорошо для твоей вот этой животной души, потому что если ты заполнен божественной мудростью, то твоя животная душа будет очищена. И Мацата, если ты найдешь, что ты найдешь? Если ты найдешь божественную мудрость, попробуй найди божественную мудрость на просторах Фейсбука и Инстаграма. Вот мы как раз Ваикра, портал Ваикра, это наша миссия, наша цель, что Бог взывает, Он дал Тору, Он дал это все знание. И мы передаем это знание, сто равинов на Ваикра пишут, рассказывают, то есть они изучают святые книги и передают, рассказывают, стараются передать этот цвет. И значит, так он говорит, царь Саламон, 14-й отрывок. Кен деа хахма, также познавай хахму, божественную мудрость, Лена вшеха, для твоей вот этой животной души это лучше всего. И Мацата, если ты ее найдешь, выешь ахарит в этикватеха лотикарет. И в этом случае, в случае, когда ты познаешь божественную мудрость, есть продолжение, ахарит это продолжение. Какое продолжение? Вечность, ты выходишь через вот это твоя животная душа, именно твоя, то как ты себя воспринимаешь и отождествляешь. Она через постижение божественной мудрости, она поднимается на уровень души, божественной души, и ты уходишь в вечность. Есть продолжение, есть надежда для тебя, и она не будет выкорчевана. Потому что если человек использует свой интеллект только для того, чтобы думать об этом мире, и он все время думает только об одном, значит, куда в следующем году поедет отдыхать, и как в прошлом году, то, куда он поехал, не совпало с тем, что он ожидал. Если все мышление человека и все его намерения, они распылены по этому миру, и они все время в холостую прорабатывают, и его я-человек, оно просто расплющено по каким-то каналам, по сериалам, по каким-то непонятным размышлениям, просто размазанное я человека по инстаграму и по фейсбуку, то, в принципе, ничего не остается. Заканчивается жизнь человека, и так как он своим мышлением, своим я, своим самоотождествлением ни разу и не был там в духовном мире, то тогда он туда и не придет. А тот, кто с помощью божественной мудрости, он делал действия для своей души, он выполнял заповеди, тот, естественно, перешел на следующий уровень. Есть у него продолжение. Понятно, да? И он говорит, и твоя надежда, лотика ред, она не будет выкорчевана. Теперь пятнадцатый отрывок. Пятнадцатый отрывок звучит так. Теперь он обращается к злодею, которому он говорит, не трогай, не трогай жилище цадика. Значит, переводят так. Не подбирайся, нечестивый, к жилищу праведника, не разоряя место отдыха его. Значит, не нападай злодей на жилище праведника, не грабительствуй в место, где он лежит. Понятное дело, что это метафора. Это метафора, и вряд ли, вряд ли злодеи ее услышат. Потому что злодеям зачем изучать Мишли, да? То есть, ну какой им смысл в этом? Теперь, значит, это обращено к нам с вами, которые люди выбирают, кем быть, злодеем или цадиком. То есть, если человек еще, он не праведник такой, не святой, и он не злодей законченный, он все время находится где-то между этими двумя крайностями. И он то чуть-чуть в сторону злодейства, да, то в сторону цадика. Мне понравилась Эйтан, он из Грузии привез очень смешную шутку. Там шутка такая была, что Наташа ничего не боялась, кроме Чачи. Потому что после Чачи она уже ничего не боялась. Поэтому она боялась только Чачи, потому что после Чачи она уже ничего не боялась. И вот даже такая нормальная Наташа, если она напилась Чачи, то она потом превращается в страшного человека, да? То есть, уже непонятно, и ей непонятно, что с ним будет, и окружающим непонятно. И вот каждый человек, он нормальный, он знает, что в каких-то ситуациях он превращается в зверя такого, да? В каких-то ситуациях он превращается в самого там святого праведника, и готов бабушке уступить место в автобусе, и в метро даже тоже, и беременной. И каждый из нас вот между этими двумя, то он Санек, то Наташа, да, такая, после Чачи. В зависимости от того, с кем общаешься, потому что есть же, с кем поведешься, от того и наберешься. И человек, который, мы же тоже уже учили в Мишле, что когда человек общается с другим человеком, он как будто бы смотрит в свое отражение в зеркале. И если на вас нападает какой-то злодей, то с волками жить по волчьи вы. Знаете такой принцип? Это неправильный принцип, но он срабатывает. То есть, ты становишься таким же волком, если тебя окружают волки. И вот, значит, нам говорит царь Соломон, кому он говорит, что не подбирайся злодей к жилищу праведника и не грабь его место, его пристанище. Я, например, для себя вот очень конкретно принял такое решение. Если я общаюсь с плохими людьми, я тут же становлюсь на эту волну. Я не могу останавливать свою эмоциональную сферу. Я вообще человек очень эмоциональный. И вот, например, я учился в Рависках Зильбера, был великий цадик. Он говорит, я по природе своей человек очень гневливый. Я очень долго учился, чтобы не гневаться и останавливался. Но он великий цадик, а я не великий цадик. Я не научился, я не могу сдерживать свой гнев. Если вдруг попадает ко мне в пространство человек, который в гневе, в каких-то агрессии и так далее, у меня сразу, джжж, меня накрывает этот гнев. И я просто совершенно превращаюсь в дикого вообще какого-то. Вообще просто в дикого. И я поэтому что-то для себя решил. Не приближайся злодеек к жилищу цадика, чтобы не разрушить место его лежания. То есть я сейчас себе сформировал. Очень мало общаюсь с людьми. На телефон не отвечаю. Стараюсь не пускать в себя никакие там... Не участвую ни в каких политических дискуссиях. Знаете, есть на страницах интернета. Даже вчера был день Холокоста, и я его как бы пропустил. Почему я его пропустил и никак не принимал в нем никакого участия вообще? Я считаю так, что это ужасно то, что это произошло. И это настолько страшно то, что это произошло, что как бы участвуя в этом еще раз, я просто впускаю в себя вот этот весь страх и боль. При этом я ничего изменить не смогу. Потому что выражение «не дадим забыть», «не дадим это» я считаю, что это лозунги. Потому что все, кто тогда участвовали в этом, а если бы сейчас была подобная ситуация, и сейчас бы участвовали. Включая Америку, Англию и так далее. Что задача каждого из нас – это внутри себя работать над тем, чтобы быть праведником и не быть злодеем. И мир вокруг себя стараться наполнить добром. А участвовать в лозунгах, что «не дадим забыть» и так далее. Ну, то есть это было на всей истории человечества. От Каина, который убил Эвеля, родного брата, сыновья Адама Ришона, первого человека, было два сына всего, и один убил второго. Это природа людей. Пертьевод сказали, что «если бы не страх перед царством, иши треу хаим балау, человек ближнего бы своего, жрал бы живьем». То есть перед каким царством? Обычное царство, да, государство, оно не удержит людей. Если вдруг, не дай бог, что-то будет там, плохая ситуация. Только страх перед Богом, и то вряд ли удержит, потому что Каин, он знал Бога, он с ним общался. Поэтому размышлять о том, как было, почему было, и что было, я считаю, что мне это, лично мне, оно принесет только вред. Поэтому я лучше в это время поучу Мишли, позанимаюсь медитацией, спортом и так далее. То есть каждый человек на протяжении своей жизни обязан выстроить свой внутренний мир и выполнить заповеди Бога, которые Бог сказал делать. Если человек на этом сосредоточится и сделает то, что он должен делать, и все люди будут это делать, тогда будет очень крутой мир, то есть мы будем жить в мире именно в раю. Понятно? Хорошо. Значит, все, двигаемся дальше по этому. Поэтому, значит, ибейцам в виду, злодей не приближается к праведнику вообще. Ти-шева и поль цадик, потому что семь раз упадет цадик. Семь раз упадет цадик. Известное очень выражение, вот как раз оно в 24 главе притч. Это у нас отрывок 16-й. Семь раз упадет цадик в Акам, и он встанет. В Ирешаим и Кашлу Бера, а злодеи, они споткнутся о свое зло. То есть Бог создал этот мир. Это тоже вот у меня в эту субботу как раз, я это понял очень четко. Что такое Элоким? Элоким всесильный, да? Он создал мир, природа, то есть мир причин и следствий. И злодей, который делает зло, он как бы засевает это зло. И первый, на кого оно вернется, это на него. То есть Богу не надо наказывать злодея. Злодей сам себя наказывает своим злом. Он, создавая зло, включает закон причины и следствий. И так устроен мир. То есть действия, последствия. Закон сохранения энергии. Если злодей включает зло, он делает это действие, то Бог его не наказывает за это. Включается механизм, который накрывает этого злодея. Все. И Бог, он добрый. И если вдруг в истории человечества были вот такие периоды, когда было страшно, там, например, разрушение второго храма, был миллион тогда уже, в то время был убит миллион евреев. И почему это произошло? Сенат Хинам, беспричинная ненависть друг к другу. То есть еврейский народ, он, каждый человек живет в законе причины и следствия своем. Еврейский народ в своем. Каждый народ достоин своего правительства в своем. Те народы, которые исчезли из вообще мировой истории, они исчезли потому, что то, что они делали, это как с домом Амора. Оно привело к тому, что включились механизмы их уничтожения. То есть все в этом мире очень структурировано и очень, как сказать, очень системно устроено. Поэтому мы можем в нем разобраться. Если в Талмуде написано, если зло пришло, если на человека пришли страдания, пусть проверит свои дела. Проверил, если он проверил свои дела, то есть он вызвал где-то на предыдущем шаге это сегодняшнее страдание. И по страданию видно, что была причина этого страдания. Если он исследовал свои дела и не нашел, говорит, я не знаю, я не знаю, что вызвало. Тогда что? Тогда написано, значит, это он не учил Тору. Он не знает систему координат. Потому что один человек, у меня есть знакомая, у него вообще вся жизнь разрушилась. И он не понимает, и он продолжает считать, что если кто-то что-то сделал неправильно вокруг него, то он вправе на него при всех орать и кричать, что ты как-то можешь, его прям реально, прямо он его уничтожает, этого человека, который допустил какую-то небольшую ошибку. Теперь, и когда он уничтожает этого человека, он не понимает, что он такой на себя включает раздачу, что никакое прегрешение этого человека не стоило. Ну то есть он себе в этот момент сделал огромное зло. То есть он включает прям бурю на себя каждый раз. И я его знаю уже там несколько лет, и я вижу, как он это делает, и вижу, к чему это привело. У него жизнь разрушена. Почему? Потому что он включает вот такой вот поток гнева на замаленькую вещь. И та мера, которую человек меряет, меряет ему. То есть у него же у каждого человека написано, нету цадика, праведника, который бы не грешил. Теперь, если человек, он добрый, он уступает, он наоборот на людей посылает волны там добра, принятия, любви там и так далее, то он на себя включает такое же с неба волну. Если он на других людей за маленькие прегрешения включает гнев, то он на себя включает этот же гнев, этот гнев его же съедает. То есть каждый из нас живет, но что самое интересное, он уверен по его системе координат, что он поступает правильно. Теперь, значит, он проверил свои дела, ему плохо, ему реально по жизни плохо, у него все рушится. Он проверяет свои дела и говорит, не знаю, ни в чем я не виноват, я красавчик, я молодец, я все делаю правильно. А почему же тогда страдания? О, это, наверное, за предыдущие воплощения, это за отцов, он находит какое-то объяснение, то есть он снимает с себя ответственность, а раз он снял с себя ответственность, выхода нет, все, он исправить ничего не может. Поэтому выгодно человеку понять, что мы живем в мире причин и следствий, если есть какое-то последствие, которое вас не устраивает, вернуться на причину, а причина это наши какие-то действия в предыдущем шаге. И второе, что нужно учить Тору, чтобы знать конкретно, какие действия приводят к каким последствиям, Бог нам все сообщил, и мы изучаем в притчах это. Теперь давайте подведем итог сегодняшнего урока, чтобы запомнить выводы, важно делать выводы. Значит, выводы такие, впускай себе в голову только позитивные, позитивные знания, позитивные знания и позитивную информацию, и позитивные какие-то вещи, потому что голова, мышление человека, это как, если ты ешь колючки, то у тебя будет рот порванный. Если ты принимаешь себе в голову всякий негатив, то ты себе внутри создаешь прям такой сад сорняков. Поэтому, но вообще никакого негатива, все позитивно, впереди рай, вечная жизнь. Вообще прекрасно, представляете, какой кайф, что впереди рай, вечная жизнь. Как есть известный анекдот, что учительница в школе объясняет, говорит, дети, послушайте, кто будет себя хорошо вести в школе, тот попадет в рай. Кто будет себя плохо вести в школе, попадет в ад. Понятно? Волочка говорит, вот это я попал. А что, живым выйти из школы вообще нереально? То есть, она так сказала, после школы попадет в ад или после школы попадет в рай. Он говорит, а выйти из школы живым нереально? Хорошо. Выйти из жизни живым нереально. То есть, мы все движемся все равно к моменту смерти. Раньше, позже, дай бог, чтобы до 120 лет. Но выйти из жизни живым нереально. То есть, жизнь как в какой-то момент заканчивается, и надо думать, думать и о продолжении, и о сейчас. Я вам желаю хорошего, доброго, веселого дня. Без, без, не мучьте себя проблемами завтрашними. Завтра можете не быть. Не мучьте себя проблемами прошлого. Прошлого уже нет. А создавайте себе максимально сегодня, сейчас, максимально, вот прям проживайте каждую минуту на 100%, и наполняйте ее верой в Бога, любовью к Богу, к ближнему, к себе, к своей семье, и создавайте что-то. То есть, очень важно человеку создавать, быть создателем своего внутреннего мира, и мира вокруг себя. Все, удачи, успехов. Хочу рай земли. Будет? Все. Хотите? Будет. Все. Удачи, успехов. Все. Напишите свои выводы. Обязательно нужно, как бы выучили что-то, нужно теперь обдумать, и ввести себе на жесткий диск. Это можно сделать, только сделав резюме. Сделайте резюме, и будет все великолепно. Все. Удачи, успехов. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова